Здорово, чуваки, нас уже 500 человек, 500! Бля, многие скажут, что за цифра смешная, но для меня, родненький, каждый вот здесь. Поэтому я решил, что на тысячи человек мы сделаем прямой стрим, послушаем все, что вы захотите, посмотрим баттлы, клипы, послушаем музыку, вашу музыку. Поэтому давайте быстрее зовите своих друзей, подписывайтесь, лайки, комменты, вся вот тема, погнали. Love66 представил совместный трек с Уджибудой. Triopil представил трек Миллионы. Saluki 104-й обещают альбом и выпускает 3X. Как и бой с Клоукомой, выпустили альбом. Рэм, Грязный Рамирес, Иллюмейт. Короче, материала дофига, будем слушать, какое там качество, соответственно. Давайте, первый трек, погнали. Love66 от Уджибуда. Раз, два, три. Сразу, сразу залетаю, даже без разгона. Виток специальный, скорёжный такой? А, они по четвёркам разбили, да? Будут 4-4. Понял. Улица воспитали немного спешит, да? Залез туда, где вы даже не лазили. Залез туда, где вы даже не лазили. Но я выколол им глаза, блядь, теперь они безглазые. Мы боимся только бога мусоров, но а так мы бесстрашны. Мы боимся только бога и мусоров, так мы бесстрашны. Малолетки кшают наши треки, потому что нашим слагом заражены. Все наши враги, что пытались нас ёбнуть, а найдены обезображены. Пушка покалечит тебе ебальник, даже если она не заряжена. Наш тропалон газа, как кофешопы в Басилоне, Испании. Жестко обкурила, серьезный ебальник, агент на задании. Уже мясо послушать, что будет далее. Эта сука не хотела, лил, буду ранее. Сейчас мечтаешь, чтобы злоден на свидание. Я изменяю своей суки, но я все анайс, блядь. Да, расслабонит, да, расслабонит. А, все, я понял, откуда этот сниппет был. Братика? Братика? Биток поменялся. Ну не Детройт уже хорошо, мне Детройт уже вот здесь. Ну стиль в Детройт, вот этот, который они с Содой выпускали. О, нормально, нормально. Бля, и вот Жабуда вот любит такие. Мой майк толчок, блядь, я люблю там отписать. Я взял себе Кадыр и сейчас буду Миша. Красиво, 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 вставай со мной, ты обняй. Мне не надо доверять. Ты мне уже отцел, ты ставишь дорогу к дверям. Я не нашел, что искал. Детка, видишь, Москал. Детка, буду снова в кал. Ныряю сироп, и я снова пропал. Прокурил хату, я снова пропал. Как старик, люблю бабки, но не Агадан. Мг, люблю бабки, но не Агадан. Поломали биток, да, на два они. Разбили по четверкам. Ну вот из-за этого свежо звучит. Если бы они сделали, мне кажется, 8 на 8 под один тот же бит, уже не так думала. Старый добрый от Жигуда. Окей, все, да? Не, ну в ТикТоке эта тема, конечно, разлетелась. Про математика подтянул моего братика, и теперь вам пизда, блядь. Ну это охуенный момент, реально. Мне он понравился. Вот, ну что, трек, мне кажется, такой типичный трек Лав 66-го от Жигуда. Как бы кто-то услышал что-то новое, пизда-то нет. Обычный фон он включил где-то. Ну не знаю, типа у них, у обоих сольно есть намного сильнее треки, я считаю. Я считаю, блядь, я считаю, я считаю, я считаю. Не добавлю себе этот трек, но думаю, своих слушателей он найдет, поэтому ставлю шестерку. Трил пил, подогревай к своему альбому, выпускает трек миллионы. Давайте послушаем, погнали. Раз, два, три. Сэмпл похож на какой-то шоу мозговым, что ли, блядь. Непонятно. На мотивационный трек похож. Типа я ребенок. Я не ребенок. Нахуй учебу, дайте мне водку. Ну выход хороший. Угу, рассуждаю. У Дуд раскидал хорошо он по структуре. Но я не простыл. Сегодня я с тобой, завтра тебя забыл. И я не сказал ей прости. Только это моя жизнь. Одинаковый кич. Окей. Самец. Трил пил самец. И... Не хватает жесткого дропа здесь, мне кажется. Слишком расслабленно. Я могу забрать восемь ламп за вечер. Но от этого не легче. Как поломано. Не пойму нихуя. Это вот припев пошел, да? Ну вот припев мне не очень нравится. Куплет получше. Странно, ты репыл осознавал, когда он рифмовал «Я не ребенок»? Типа к старому пету. Отсуждаю. Блин, вот этот трек, наверное, я бы сделал этим. Интро перед альбомом. Мне кажется, идеально бы вписался. Он не сильно смысловая нагрузка здесь такая. И он репрезентовый. Салуки. Illumate. Blackout. Выпустили трек «Location». Твою локацию. Локацию скинь, блядь. Из Illumate слежу давно. Blackout, в принципе, ничего не могу сказать. Слушаем. О-о-о-о. Орандышечки, да? Сведение хорошее. Бэйби, скинь мне свой локейшн. Скинь мне свой локейшн. Индвич, you know, boy? Скинь мне свой локейшн. Бэйби, скинь мне свой локейшн. И не думай о дальнейшем. Нужна мне только страсть. И я опять вернусь заниже. Нахер эти запреты. Хорошо. Залетел нормально. Расскажи-ка мне, где ты, где ты? И мы будем раздеты, где ты. Самое же главное, не трахайся, принцесса с моей аурой. Братик говорил, таких не баловать. С тобою до утра лишь это радует. С тобою будет наш не навсегда дуэт. Правда, я знаю все без слов. Тон и фанс, еще эскорт. Ты знаешь, бабки не вопрос, но для нас бабки не вопрос. Бабки не вопрос, но ты знаешь, бабки не вопрос, блядь. Такое типа, ну, Бэт Барзайд, наверное. То же самое же с тобой, да? Эмоции, эмоции. Я давно женат на студии, нахер мне Роман и Скрупис. Я не спал целые сутки, чтобы иметь купюры в сумке. Не хочу с тобой возиться. Я сегодня не доступен, покажу свои позиции. Я подъеду к тебе утром. Круто. Мне нравится. Мне нравится такая музыка. Это, конечно, не бэнгер. Ну, что-то очень близко. Прикольно, прикольно. Видно, что есть баттловый опыт у Лимэйта. Именно по написанию текста у него в каждой четверке есть какой-то сетап, короче. По поводу Блэкаула, ну, крутой вокальчик мне понравилось. И вообще вместе, как они звучат на бите, тоже прикольно. Ну, понятно, здесь смысла искать как бы сильно не нужно. Трек такой простой, легкий. Бэйби с кинемом свой локейшн. Бля, ну, я себе добавил на самом деле. Потому что, мне кажется, какой-нибудь выходной день в центре города включить, проехаться, повыебываться, так сказать. Нормально. Трек сойдет. Поэтому шестерку ставлю. Элумэйт. Красава. Кок представил свой новый альбом. Или это эпишка. Не знаю, слишком мало треков. Да, пять треков. Среди из них один интро, другой аутро. Получается, три полноценных трека, как я понимаю. Давайте послушаем. Трек лав. Поехали. Сразу драмчик налетел. Блин, ну у него голос прикольно синхронизируется вот с такими битами. Драм-стилем. Крутой момент. Я хотел бы лезать по времени. Разочаруй свою семью. Чарула в толпу. Ой, хорошо. Сердце. Так, что ты уже как труп. Есть пара мыслей по этому поводу. Как он бьет из заглянного провода. Но придумывал себе чувство голода. На своем голову. Хорошо. На своем голову. На своем голову. Я придумывал себе чувство голода. Поняли, да, метапора? На своем голову. Блин, как это круто будет в лаве звучать в каком-нибудь концерте. На своем голову. На свою голову. На свою голову. Потираю за ночь поту. Посыпаюсь в плоту. Скупа грехи. Раним по темам а потом. Страхи не так велики. Почему он повезет на придурка? Отвечают одни дураки. Мелодия. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Разочаруй свою семью, очаровав толку. Бля. Разочаруй свою семью, очаровав толку. Бля, ну это круто, реально. Как труп. Есть пара мыслей по этому поводу. Как он бед из заглянного провода. Трек такой гипнотистический, да? Есть о чем подумать. Мне нравится. Вот тут разгоняется и прикольно. На свою голову. Ну что? Крутой трек. Мне понравилось. Прикольную мысль он несет, да? Типа разочаруй свою семью, очаровав эту толпу. Ну, в наше время идеально подходит. Я придумал все чувства голода. Понятно, да, что он имеет в виду не сам голод, а мне кажется, какой-то творческий голод и так далее. Голод может быть разный, да? Голод к написанию песен, да? Художник должен быть голодный и так далее. Блин, я себе, наверное, даже добавлю. Вот драм, хоть он очень похож, все драм-треки вот эти, да, с быстрыми партиями, барабанов, они, в принципе, очень похожи все между собой. Но здесь вот эта вот нотка лирики, короче, придает прям какое-то другое звучание. Ну, еще, понятно, там, вокальчик крутой. Как умеет делать, мне нравится, короче, ставлю ему семерку. Грязный Рамирес, сейчас вы узнаете, как Рэм выпустил альбом, Tramantics 2, часть 2. Давайте послушаем что-нибудь оттуда. После хип-хопру сильных новостей я от него не слышал. На хип-хопру неплохо показал, да, что он может быть музыкальным и рок сделать, и попеть. Давайте послушаем кэшбокс. Ого! Сразу, да? Что-то моденькое, неожиданно. Питаж жирный. Метро изобрели, чтобы послушать мои войсы. Все рано повзрослели, я на самом деле поздно. Поэтому счастливый, будто я родился в Осло. Посмотрите на часы, вы опоздали на полоску. Рожденный, быть первым. Ты злишься на хайскил, но это не моя проблема. Ты злишься как выима. Вольные фрики, нахуй посет. Я делаю пати, но на рэпе, что он сухал из кассет. Так быстро. Рэперы становятся OG, как будто на аспорт. Молятся на пака, не зная про Гетто Гаспел. А я бегу на свет, как казахи бегут от газа. Вытрясаю пасть, ты наказал. Ууу, здесь вот криптонита, конечно, послушал немного старого. Лево, поворот, вправо, поворот, лево. Помнишь ли трек был? Давай, 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 давай. Давай, давай. Level. Куплеты на агрессии, вот эти возбужденные подачи мне больше нравятся Берн, за разнообразие пойдёт Непривычно от Рамиреса такое слышать, может я давно уже не слышал, я привык обычно, что начинается Рамирес и там Здесь что-то такое, более лайтовенькое, но мне кажется, это может попасть в горячие новинки То есть, типа, это заявочка на Бэнгер, но мне кажется, чуть не доделанная Вот, но мне чем-то напомнилось Криптонит на припеве, где он низким голосом пытается что-то вот это Мне кажется, на припеве, ну, мелодию он неудачную выбрал Вот, мелодия припева мне не понравилась То есть, она не такая запоминающая по текстовому, что-то там на припеве тоже Я даже не понял, что он там говорил Вот, ну я просто тупой, а Вот, а так, в нормальный трек, как бы, шестерочку поставлю тоже Вышел альбом Клоукома совместно с Кэкебой С Акебой Шучу Кейкбой Окей, you know, бой Давайте какой-нибудь трек послушать с альбома, например, вот, Стреляй Погнали Одну проб... Я, кстати, иногда их путаю, Клоукома У них голоса похожие Ну нет, Клоукома поет повыше Лайтовенькая Окей По мелодии прикольно здесь разложено, раскладка мне нравится Поднялись так высоко, чтобы разбиться Я общаюсь с крысами, это мой принц Моя душа высохла, бледные лица Я должен напиться, выпився чистым Холд между нами на стол Белый пепель слип в окно Я уверен на стол, да я уже готов До встречи прям в весовце Стреляй, стреляй, стреляй Вот так вот, да? Под твоим щекам стекает слеза От наших проблем нельзя так убежать Вот тут по подаче, но агрессии покруче звучит В руках они дрожат Я готов слетить, мой последний закат Яркие блики на макрых глазах Стреляй, стреляй, стреляй Я все равно помню твой запах Когда улыбалась по датам Стреляй, стреляй, стреляй Не хочешь меня, ну и ладно Это даже не невероятно И не надо новых вбросов Ты меня знаешь и вовсе Ты положишь мои кости Станцуешь и попудришь нос Положишь мои кости Станцуешь и попудришь нос Твои прекрасные волосы Для меня двигатель роста Не надо о будущем думать Не надо о будущем думать Не надо о будущем думать Вот он, гоу-кома Вот, высоко чувствуешь, как? Эй, мы с тобой бессердечно Это типа бессердец Окей Бля, я бы круто обыграл Вот это очень круто Давай, 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 давай Стреляй, стреляй, стреляй Круто Я все равно помню твой запах Когда улыбалась по татам Стреляй, стреляй, стреляй Не хочешь меня, ну и ладно Это даже не невероятно Стреляй, стреляй, стреляй Вот сюда Мне больше нравится, как он, но агрессивно дает Бля, вот, когда он прям Это круче звучит, чем когда он просто по вокальчику раскидывает Ну, как по мне, мое личное мнение Ну, выход классический, да Яма на выходе и все Пока Ну, целый альбом надо послушать, конечно, чтобы делать выводы Но именно этот трек, ну, я бы такое послушал Тачки там на работу, либо обратно Либо с девчонкой со своей Закадрил бы ее, блядь, стреляйте сюда Все-таки чуть-чуть музыкальнее кейкбой, да, чем клоукома Но в то же время у клоукома, благодаря вот этому высокому тембру Который он может делать, да, высокие ноты брать У него в этом весь изюм, короче, своя харизма есть в голосе Чуваки, подписывайтесь, ставьте лайки Давайте уже наберем косарик, потом пообщаемся с вами на стриме Скоро сделаю обзор на БЧБ Я вижу ваши комментарии, я знаю, что вы ждете Просто ждите, чуваки, я обещаю, сделаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!